друзья всем огромнейший огромнейший привет я вас приветствую на канале вязаные истории и говорю вам добро пожаловать меня зовут юля и сегодня я хочу вам рассказать о том как продвинулись мои процессы за эти невязальные выходные вот вам честно говорю это были совершенно невязальные выходные однако я себе ставила план и в конце этого видео вы узнаете смогла ли я его воплотить в жизнь или нет приступаем к первому процессу первый процесс которому я уделяла максимум внимания это мое платье платье я честно говоря хочу максимально быстро закончить но видимо мое желание максимально быстро закончить немножко негативно на этом сказывается ну давайте обо всем поподробнее первое я планировала уже вывязать кокетку когда я говорила вывязать кокетку то я подразумевала под этим фактом что я разделю изделие на рукава и тело однако мне кажется что для того чтобы разделять изделие на рукава и тело мне еще нужно было бы отвязать росток а ростки когда я говорила я не подумала поэтому в принципе кокетка отвязана ну я начала вязать росток росток я вязала вчера я его рассчитала я решила росток вязать полностью по рукавам мне нужно отвязать ростка 18 рядов держите рукава вот они да и я здесь делала точки разворота но когда я вязала росток я сделала грубую ошибку и эту ошибку я сделала еще при просмотре схемы и конечно же когда вязала тоже здесь допустил сейчас я вам покажу можно расширять потому что сейчас опять будем все снимать со спиц да да вот такая вот недружба у меня с платьем я думаю кто уже заметил поставьте нами паузу иску и скажите видите ли вы эту ошибку я даже очень вижу вот сколько мне нужно вот этот кусочек он небольшой конечно же но его нужно распустить и перевязать потому что здесь очень красиво а здесь не очень когда вчера все крови сказал что мне снова нужно распускать она конечно тоже расстроилась она не очень она расстраивается когда распускаю но мы я к этому спокойно отношусь хотя сначала я хотела оставить на факт и так сойдет и в основном и там закрыто все волосами однако я подумала о том что идет лето что это платье летнее и я с распущенными волосами летом очень редко хожу потому что сами понимать очень такая жара насыщенная ну как можно летом ходить с распущенными волосами я честно говоря не знаю для волос у меня длинные и это невозможно я дома все 24 часа хожу можно сказать с заплетенными волосами на ночь я завязываю косу днем я заворачиваю волосы в гульку иногда крайне редко я себе позволяю если не очень жарко вечером распустить волосы потому что ну это просто невыносимо поэтому распуску быть принципе это не так уж и много это не по кругу распускать да это только росток распустить поэтому я считаю в принципе не здесь ничего нет критичного я сильно вытягивать спицы не буду я как раз просто с одной и с другой стороны ростка вытащу да то есть спинку и рукава вытащу распущу и подыму все что мне нужно я утром думала его немного повязать но так как здесь ошибка думаю ну все нет я не буду ошибку это нужно исправлять очень красиво это все смотрится причем это когда отпарится она будет вот так вот вот видите вот если я здесь отпарю здесь ничего не будет здесь какая-то вообще непонятная вещь но это некрасиво я считаю согласны со мной что ошибки нужно исправлять начальной стадии пока что у меня потом будет она напрягать я не знаю в любом случае в этой ошибке как говорится итак второй процесс который я хотела провязать это была моя футболка из потрясающе нежной пряжи простите за шум я ничего не могу сделать он у меня будет постоянно я чувствую но дело в том что футболки я не прикасалась вообще я сегодня вот распущу платье это я планирую и немного хочу повязать футболки а потом скажу повяжу немного или нет потому что ну лето насыщенное ты гуляешь и вот сейчас я снимаю вам перед окном видео и вижу что мне бы не мешало выйти в огород и повырвать траву но когда этим заниматься не знаю я в жару туда вообще не хочу даже двигаться но пока вот здесь тень можно было бы рядышком возле кошка хотя бы себе сделать красоту под окном согласитесь так вот футболку я не вязала и она для меня тактильно нежнейшая нижняя нежная она мне безумно нравится по тактильным ощущениям по тактильному восприятию этой футболки очень приятно мне безумно понравилось и 3 процесс ему я тоже максимум вот я видимо вижу что сейчас я буду вязать не более трех процессов возможно я еще и сарафан таки возьмусь пока не буду пока не хочу у меня нет на это настроение на это есть масса причин других но об этом я расскажу на своем блоговом канале поэтому если вы еще не подписаны на мой блоговый канал обязательно переходите подписывайтесь я вот здесь вам я вот здесь вам правом углу оставлю подсказочку на мой канал и в инфобоксе всегда и ссылочка на мой канал если вам интересно то подписывайтесь там есть и мини-ролики кому не интересно много смотреть есть крупные ролики так что жизнь навратила смотрите здесь я хотела закончить рукав и надеть переодеть на второй рукав спицы спицы на второй рукав я не переодела но рукав закончил я дошла до точки достаточности да и знаете почему я еще не закончила я вам показать в этом блоге как же я закрываю вот эту красивый кайму обязательно конечно я попозже сниму мастер-класс на такую кайму она потрясающая она красивая да она есть факт немного подворота но полотно стабильное если вы оденете изделие на себя то она в принципе будет не будет подворачиваться сейчас покажу в этом блоке потому что мне нет возможно у меня нет возможности в тишине снять для вас этот кусочек видео чтобы это был полноценный мастер-класс не было шумом я считаю что шум не очень хорошая вещь вот поэтому я и видят отмечала сколько мне еще нужно провязать ряду и сейчас я вам все покажу первую петлю мы просто ну что ж приступим к закрытию давайте и не будем затягивать время в инфобоксе таймер конечно же как всегда мы вяжем по изнанке да у нас сейчас 1 петля изнаночной нам нужно отсчитать раз два три и поднять по третьей полосе вот так вот поднимаете и даже провязываете лицевой петли здесь мы точно также с вами отсчитываем три кусочки раз два три вот этого третья вы ее поднимаете одеваете на спицу и провязываете лицевой петлей вот так вот видите еще раз раз два три раз два три и провязали вот так вот видите получается уже такой аккуратный край раз два три будет ли он заворачиваться или нет я не могу вам сказать на тонком полотне именно на толстом вы видите к сами уже как есть легкой подворот существует но после этого я думаю я уверена что вы того все исправить вот видите не забываем что это очень длинное полотно но мне безумно нравится этот край и я примеряла на себя изделия нигде ничего красивая косичка вот так вот смотрится да поэтому если вам интересно вот так вот еще раз вот смотрите раз два три ее поддеваем одеваем на нашу спицу и провязываем лицевые петлю и две вместе затем сбрасываем вот эту петлю все и так вяжется до конца ряда именно по этой причине я не снимала не довязывала рукав я его довяжу сейчас буквально да там и переодену на вторые спицы и конечно же вам покажу весь процесс в общем у меня сейчас много мелких задач довязать с переодеть и вам все это показать думаю следующий влог выйдет уже воскресенье а в четверг я хочу поделиться с вами грандиознейшими планами поэтому если вам интересно оставайтесь со мной не забудьте подписаться поставить этому видео пальчик